Хоба! Ну часа не прошло, с вами опять доктор Влад. И я... Чё включился-то? На прошлый мой ролик про сон, про щуку, да, был, вернее, появился один ответ. Здравствуйте, дорогой... Здравствуйте, доктор Влад. Не, не дорогой, а просто доктор Влад. Согласна с вашими с нами, очень надеюсь, что найдётся такой врач, что может вылечить Россию, страну неповторимо красивую и богатую, и пока ещё не всё смогли разворовать. Ну хорошо, да, опять я сюда вот сейчас это двину. И попробую ответить, собственно, чё я взялся. Ребят, вот смотрите, страна неповторимо красивая и богатая. Ну какая красота-то? Где вы видите красоту? Вот я серьёзно вообще говорю, вот Америка красивая страна, да. Здесь каждая, как говорится, газончик, травинка к травинке, везде цветочки аккуратно, всё радует глаз. В России, ну чё, какая красота? Берёзки вот эти пресловутые, шукшинские, да. Вот, да полно здесь этих берёзок, только они все обухоженные, понимаете. Они все по старину, если не по стриженные, то в всяком случае вокруг, значит, дерево, какая-то клумба, какие-то камушки, всё это красиво, понимаете. Давайте разберёмся вообще, что такое красота, что значит неповторимо красивую и богатую. Ну поезжайте в Канаду. Канада – это та же Сибирь, я уже говорил, только с унитазами. Вот в отличие от Сибири, сибирской, российской, да. Вот там красота. У нас в Америке красота, а изъятия в Германию – там красота. Там люди прикладывают к этому руки, для того, чтобы было красиво. А просто любоваться на пейзаж, когда просто даже присесть некуда, даже скамейки нет, здесь везде скамейки. Вот любое озеро, да, ставь скамейкой. Садись и любуйся. Потому что всё для человека, как это было при Брежневе, да, всё для блага человека, мы этого человека знаем. Вот так же и в России, да. Красота. Богатую. Богатую чем? Вот Америка – страна богатая чем? Людьми, прежде всего, людьми. Сюда едут люди, пополняют это богатство, едут в Кремниевую долину. Те же самые русские программисты, или индусы программисты, поляки, они знают, шведы, там, кто угодно, да. Вот это богатство страны. А в чём богатство России? Нефть? Да, ребят, уже вот скоро она никому не нужна будет, потому что уже есть целые страны, которые… Вы в Голландии были когда-нибудь? Вот поезжайте, посмотрите. Вот там сплошняком стоят вот эти ветряки, и от них они получают львиную долю электроэнергии. То же самое в Германии сейчас творится. Надоело им нефтью питаться российской. И вот они, чтобы не быть связанными по рукам и по ногам, да, они сейчас тоже… Тоже эти ветряки тоже… Ну, огромное количество есть дешёвых, уже теперь дешёвых получателей электроэнергии из ничего. Не обязательно из нефти, да. Машин полно сейчас. Вот Илон Маск прекрасно эти Теслы делает. И в Америке очень многие ездят вообще без бензина. В розетку воткнул и всё. Понимаете, в чём дело? Вот красота, вот богатство, да. Пока ещё не всё смогли разворовать. Ну, чё, я вот не слышал, чтобы кто-то пришёл, взял Воронеж, да, тот же самый Воронеж взял его, да, вырезал и отвёз куда-нибудь в Германию, там, я не знаю, или в Новую Зеландию. Что значит разворовались? Ну, как это следует понимать? Ну, нефть продают, да, но в конце концов, когда-то эта малина кончится, вот, и те люди, ну, или будут обязаны вернуть деньги, или как-то ещё будет, ну, вообще, зачем об этом говорить? Ну, что значит разворовались? Что? Чё в России воровать, да? Как в том анекдоте. Ты чё, говорит, на туалет не приделаешь дверь, там, сосед соседу говорит. А чё здесь воровать? Вот то же самое разворовали. Ну, так вы сначала создайте что-то, чтобы можно было воровать, понимаете? Вот у нас, вот в Америке, да, нам, у нас очень мало воровства, крайне мало, почему? А потому что никому ничего не нужно. Вот в чём дело? У всех всё есть, понимаете? Вот если у меня цветы, неужели я пойду к соседу ночью выкапывать грядку с цветами? Понимаете? Или буду у него тащить велосипед, когда у меня он три стоит, я на одно-то и то не катаюсь некогда. Понимаете? Вот тоже вы создаете, чтобы было что воровать. А сейчас, ну, чё воровать? Воровать нечего абсолютно. Какие-то, я не знаю, ноу-хау, да, в России. Когда был последний раз ноу-хау в России? Вот посмотрите, автомобиль нормальный не могут создать. Вот этот вот «Жигуль», да, ну, что до сих пор тот же самый «Жигуль», только нос вытянули, задницу приподняли, да, и всё тот же «Жигуль», 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 да. Вот. Уже они никому не нужны, их только, ну, я не знаю, кто покупает. Это вот самоубийцы какие-то, потомки самураев, наверное, да, покупают эти «Жигули», на которых ездить нельзя, или как он сейчас называется, «Вас», вот, «Таз», «Таз с гвоздями», да. Вот. Чё воровать? Всё разворовали. Вот, понимаете, ну, может быть, вот, Зоя, я вам бесконечно признателен за то, что вы написали ролик, ой, ролик, ролик я написал, вы написали комментарий к этому ролику, да. Вот, бесконечно вам признателен, огромное спасибо, вы пишите ещё, вот. Ну, может быть, вы написали просто вот от души, да. А я пытаюсь вот ваше высказывание, ну, как бы привести, ну, в разумное русло. Неповторимо красивую и богатую, да. Вот крест большой ставлю, нет ничего, тем более неповторимо, да. Красивую и богатую. Нету, нету неповторимости в красоте и в богатстве. Богатства нет вообще никакого. Вот, нефть – это не богатство. Вот, красота. Ну, приезжайте в Америку, в Польшу езжайте. Не надо в Америку, в Польшу езжайте. Уже там вот начинается красота, понимаете. Скоро на Украине будет красота тоже. Вот, а в России, в России так и будет. Постоянно деды воевали, у нас красота, у нас богатая страна, и так далее. Вот, так незаметно, да, незаметно вот у вас этот вот забивается вот это зомбирование, понимаете, с телевизора. Мы неповторимы красивые и богатые. Но Зоя, она вот хоть что-то вот начинает уже, как говорится, пытается вырваться из этого. А Первый канал не пускает. Мы красивые, мы богатые, нас хотят украсть. Нас хотят украсть, нас хотят поработить. Кого порабощать? Зачем порабощать? Где вообще в последний раз видели, чтобы кто-то кого-то порабощал? за последние, я не знаю, сколько лет, да, уже сто лет скоро. Вот, так что вот просто задумывайтесь. Я уже в Америке живу, да, я в России на это вообще внимание обратил, да, вот я в Америке живу, я вот на такие слова уже реагирую очень бурно, понимаете, потому что я посмотрел, как люди живут на самом деле, да, без всяких этих, вот без зомбирования, да, просто делают красоту, своими руками делают богатство, понимаете, вот, и не воруют, ну, бывают, воруют, там могут украсть что-то такое, но это такая редкость, что, ну, я не знаю, у нас двери всегда открыты, и из машины за 12 лет один раз украли пачку сигарет, и то я думаю, что, вот, товарищ, который к нам приезжал на ночь, да, он дверь не закрывал машину, он просто ее куда-то сунул, забыл, да, потому что, не знаю, у меня там кошелек лежал, и все, ну, вот пачку сигарет, наверное, украли, и это все, да, вот, у нас, во всяком случае, да, ну, все, все, что я хотел сказать, еще раз, большое спасибо, вот, ну, вот я написал еще один ролик, всего хорошего, с вами был доктор Влад.